Мы с женой стояли ошеломленные и перепуганные Потом я сообразил, что поскольку колледж разрушен, то вершина Мэйбэрри Хилла оказалась в радиусе действия теплового луча Марсиан Схватив жену за руку, я потащил её на дорогу Потом я вызвал из дома служенку Мне пришлось пообещать ей, что я сам схожу наверх за её сундуком, который она ни за что не хотела бросить Здесь оставаться нельзя, сказал я И тотчас же спустоши снова послышался гул Но куда же мы пойдём? Спросила жена с отчаянием С минуту я ничего не мог придумать Потом вспомнила её родных в Лизерхеды Лизерхед Крикнул я сквозь гул Она посмотрела на склон холма Испуганные люди выбегали из домов Как же нам добраться до Лизерхеда? Спросила она У подножия холма я увидел отряд гусар, проезжавший под железнодорожным мостом Трое из них въехали в открытые ворота Восточного колледжа Двое спешились и начали обходить соседние дома Солнце, проглядывавшее сквозь дым от горящих деревьев, казалось кроваво-красным и отбрасывало зловещий свет на все кругом Стойте здесь, сказал я, вы тут в безопасности Я побежал в трактир, пятнистая собака, так как знал, что у хозяина есть лошадь и двухколесная пролетка Я торопился, предвидя, что скоро начнётся повальное бегство жителей с нашей стороны холма Хозяин трактира стоял у кассы Он и не подозревал, что творится вокруг Какой-то человек, стоя ко мне спиной, разговаривал с ним Меньше фунта не возьму, заявил трактирщик Да и везти некому Я даю два, сказал я через плечо незнакомца За что? И доставлю обратно к полуночи, добавил я Боже! Воскликнул трактирщик Какая спешка? Два фунта и сами доставите обратно Что такое происходит? Я торопливо объяснил, что вынужден уехать из дому, и нанял, таким образом, двуколку В то время мне не приходило в голову, что трактирщику самому надо бы покинуть своё жилье Я сел в двуколку, подъехал к своему саду и, оставив её под присмотром жены и служенки, вбежал в дом и уложил самые ценные вещи, столовое серебро и тому подобное Буковые деревья перед домом разгорелись ярким пламенем, а решётка ограды накалилась до красна Один из спешившихся гусар подбежал к нам Он заходил в каждый дом и предупреждал жителей, чтобы они уходили Он уже побежал дальше, когда я вышел на крыльцо со своим скарбом, завязанным в скатерть Что нового? Крикнул я ему вдогонку Он повернулся, поглядел на меня и крикнул, как мне послышалось Вылезают из ямы в каких-то штуках, вроде суповой миски, и побежал к дому на вершине холма Внезапно туча чёрного дыма заволокла дорогу и на минуту скрыла его Я подбежал к дверям соседа и постучался, чтобы удостовериться, уехал ли он с женой в Лондон, как мне сказали, и заперли квартиру Потом снова вошёл в дом, вспомнив о сундуке служенки, вытащил его, привязал к затку двуколки и, схватив вожжи, вскочил на козлы Через минуту мы выехали из дыма, грохот был уже где-то позади нас Мы быстро спускались по противоположному склону Мэйберри Хилла к старому Уоакингу Перед нами расстилался мирный пейзаж, освещенный солнцем поля пшеницы по обе стороны дороги и гостиница Мэйберри с покачивающейся вывеской Впереди нас ехал доктор в своём экипаже У подножия холма я оглянулся, чтобы посмотреть на холм, который я покидал Густые столбы чёрного дыма, прорезанные красными языками пламени, поднимались в неподвижном воздухе, отбрасывая чёрные тени на зелёные вершины деревьев Дым расстилался далеко на восток и на запад, до сосновых лесов Байфлита на востоке и до Уокинга на западе Дорога позади нас была усеяна беглецами Глухо, но отчётливо в знойном недвижном воздухе раздавался треск пулемёта, потом он внезапно прекратился, и послышалась ружейная стрельба Очевидно, марсиане поджигали все, что находилось в сфере действия их теплового луча Я плохой кучер и потому все своё внимание сосредоточил на лошади Когда я снова обернулся, второй холм был также затянут чёрным дымом Я пустил лошадь Рысью и нахлистывал её, пока Уокинг и Сэнд не отделили нас от этого смятения и ужаса Я обогнал доктора между Уокингом и Сэндом 10 Гроза От Мэйбэрри Хилла до Лизерхэда почти 12 миль На пышных лугах за перфордом пахло сеном, по сторонам дороги тянулась чудесная живая изгороди из цветущего шиповника Грохот орудий, который мы слышали, пока ехали по Мэйбэрри Хиллу, прекратился так же внезапно, как и начался, и вечер стал тих и спокоен К девяти часам мы благополучно добрались до Лизерхэда Я дал лошади передохнуть с часок, поужинал у родных и передал жену на их попечении Жена почти всю дорогу как-то странно молчала и казалась подавленной, точно предчувствовала дурное Я старался подбодрить её, уверяя, что марсиане прикованы к еме собственной тяжестью и что вряд ли они смогут отползти далеко Она отвечала односложно Если бы не моё обещание трактирщику, она, наверное, уговорила бы меня остаться на ночь в Лизерхэды Ах, если бы я остался Она была очень бледна, когда мы прощались Я же весь день был лихорадочно возбужден Что-то вроде той военной лихорадки, которая овладевает порой цивилизованным обществом, бродила в моей крови, и я был даже доволен, что мне нужно вернуться в Мэйбэре Больше того, боялся, что прекращение стрельбы означает, что с захватчиками марсианами покончено Откровенно говоря, мне очень хотелось присутствовать при этом Выехал я часов в одиннадцать Ночь была очень тёмная Когда я вышел из-за священной передней, тьма показалась мне непроглядной Было жарко и душно, как днём По небу быстро проносились облака, хотя на кустах не шелохнулся ни один листок Слуга зажег оба фонаря К счастью, я хорошо знал дорогу Моя жена стояла во священной двери и смотрела, как я садился в двуколку Потом вдруг повернулась и ушла в дом Оставшиеся на крыльце родные пожелали мне счастливого пути Испуг жены передался мне, но вскоре я снова стал думать о марсианах Тогда я ещё не знал никаких подробностей вечернего сражения Мне даже не было известно, что вызвало столкновение Проезжая через Окхим, я поехал по этому пути, а не через Сент и Старый Уокинг Я увидел на западе кроваво-красное зарево, которое по мере моего приближения медленно ползло вверх по небу Надвигавшиеся грозовые тучи смешивались с клубами чёрного и багрового дыма На Риппли-стрит не было ни души Селение словно вымерло, только в двух-трёх окнах виднелся свет У поворота дороги к Перфорду я чуть не наехал на людей, стоявших ко мне спиной Они ничего не сказали, когда я проезжал мимо Не знаю, было ли им известно, что происходит за холмом Не знаю также, царил ли мирный соев в тех безмолвных домах, мимо которых я проезжал Стояли ли они пустые и заброшенные или их обитатели с ужасом наблюдали за событиями этой ночи От Риппли до Перфорда я ехал долиной Уэй, где не было видно красного зарева Но когда я поднялся на небольшой холм за Перфордской церковью, зарева снова появилась, и деревья зашумели под первым порывом надвигавшейся бури На Перфордской церкви пробита полночь, и впереди на багровом небе уже чернели крыши и деревья Мэйберри Хилла Вдруг зловещий зелёный свет озарил дорогу впереди и сосновый лес у Адлстона Я почувствовал, что вожжи натянулись Узкая полоска зелёного огня прорезала свинцовую тучу и упала налево, в поле Третья падающая звезда Вслед за ней сверкнула ослепительно-фиолетовая молния начинающейся грозой, словно разорвавшаяся ракета, грянул гром Лошадь закусила удила и понесла Я мчался вниз по отлогому склону к подножию Мэйберри Хилла Вспышки молнии следовали одна за другой почти непрерывно Частые раскаты грома сопровождались каким-то странным потрескиванием, словно где-то работала гигантская электрическая машина Вспышки света ослепляли меня, и мелкий град больно бил прямо в лицо Сначала я смотрел только на дорогу, потом моё внимание привлекло что-то двигавшееся очень быстро вниз по обращенному ко мне склону Мэйберри Хилла Сперва я принял это за мокрую крышу дома, но при блеске молний, сверкнувших одна за другой, разглядел что-то быстро двигавшееся по противоположному склону холма Затем минутная непроглядная тьма, и внезапный нестерпимый блеск, превративший ночь в день Красное здание приюта на холме, зелёные вершины сосен и загадочный предмет показались отчётливо и ярко Но что я увидел? Как мне это описать? Громадный, выше домов, треножник, шагавший по молодой сосновой поросли и ломавший на своём пути сосны Машину из блестящего металла, топтавшую вереск Стальные, спускавшиеся с неё тросы Производимый ею грохот, сливавшийся с раскатами грома Блеснула молния, и треножник чётко выступил из мрака Он стоял на одной ноге, две другие повисли в воздухе Он исчезал и опять появлялся при новой вспышке молнии уже на сотню ярдов ближе Можете вы себе представить складный стул, который, покачиваясь, переступает по земле Таково было это видение при мимолетных вспышках молнии Но вместо стула представьте себе громадную машину, установленную на треножнике Внезапно сосны впереди раступились, как раступается хрупкий тростник, когда через него прокладывает путь человек Они ломались и падали, и через секунду показался другой громадный треножник, шагавший, казалось, прямо на меня А я мчался голопом навстречу ему При виде второго чудовища мои нервы не выдержали Не решаясь взглянуть на него ещё раз, я изо всей силы дёрнул правую вожжу В ту же минуту двуколка опрокинулась, придавив лошадь, а глобли с треском переломились, я отлетел в сторону и тяжело шлепнулся в лушу Я отполз и спрятался, скорчившись, за кустиками дрока Лошадь лежала без движения, бедное животное сломало шею При блеске молнии я увидел чёрный кузов опрокинутой двуколки и силуэт продолжавшего медленно вращаться колеса Ещё секунда, и колоссальный механизм прошёл мимо меня и стал подниматься к перфорду Вблизи треножник показался мне ещё более странным Очевидно, это была управляемая машина Машина с металлическим звонким ходом, с длинными гибкими блестящими щупальцами Одно из них ухватилось за молодую сосну, которые свешивались вниз и гремели, ударяясь о корпус Треножник, видимо, выбирал дорогу, и медная крышка вверху поворачивалась в разные стороны, напоминая голову Костову машины сзади было прикреплено гигантское плетение из какого-то белого металла, похожее на огромную рыбачью корзину Из суставов чудовища вырывались клубы зелёного дыма Через несколько мгновений оно уже скрылось Вот что увидел я очень смутно при свете молнии, среди ослепительных вспышек и чёрного мрака Проходя мимо, треножник издал торжествующий ров, заглушивший раскаты грома Элу Элу, и через минуту присоединился к другому треножнику заполмили дальше, наклонившемуся над чем-то в поле Я не сомневаюсь, что там лежал третий из десяти цилиндров, которые были пущены к нам с Марса Несколько минут я лежал под дождём, в темноте, наблюдая при вспышках света, как эти чудовищные существа из металла двигались вдали Пошёл мелкий град, и очертания их то расплывались в тумане, то выступали при вспышках В промежутках между молниями их поглощала ночь Субтитры создавал DimaTorzok